Добро пожаловать в зиму. Сегодня в Сочи снегопад парализовал движение на основных сочинских дорогах. Привести в порядок дворы и подготовить их к ночным заморозкам. Такое поручение дал глава курорта на планерном совещании. Бюджет Сочи признан бездефицитным и останется социально ориентированным. Казну на следующий год рассмотрели на сессии городского собрания. В Новый год без долгов. Налоговая инспекция Сочи проведет общероссийский день приема. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сочи движение открыли. После 13 часов машины передвигались в обычном режиме. На перевале работали 6 единиц снегоуборочной техники. Еще 22 спецмашины работали по направлению Адлер-Красная поляна. Расчистили, обработали противогололедным материалом и все дороги в прибрежной части Сочи. Многие автовладельцы оказались просто не готовы к такому повороту событий. Особенно те, кто не успел переобуть машину в зимнюю резину. О необходимости сделать это как можно быстрее заявили сегодня на брифинге руководители госавтоинспекции. Свою часть обязанностей полицейские выполняют в полном объеме. Заготовлено необходимое количество и соли, и песка, и необходимое количество техники. Все это есть. Единственное, еще раз повторюсь, обращусь к нашим участникам движения. Понятно, что в новогодние праздники захочется посетить и горный кластер, и необходимое количество парковочных мест на сегодняшний день, которое существует в горном кластере, оно, к сожалению, как показала практика, не в полной мере обеспечивает потребность. Соответственно, просьба минимизировать поездки на личном транспорте, значит, приоритет дать все-таки общественному транспорту. Конкретно по автобусам, смею вас заверить, что, во-первых, количество подвижного состава на маршрутах, которые идут в горный кластер, будет увеличено. Оно будет увеличено с учетом того, чтобы на каждой остановке разрыв между автобусами был не более 7 минут. Также будет увеличено количество наших поездов, ласточек, которые будут двигаться из Сочи и из Адля, будет отдельный маршрут. Что касается курорта «Роза Хутор», на сегодняшний день так называемый «Роза Стадион», это верхняя парковка, она расширена, и в этом году она на 800 мест. Подняться на нее можно по 21-й дороге. Это краевая дорога, где работает Дагомысская ДРСО. Будут работать по дороге на горнолыжные курорты, да и в самом центре Сочи информационный табло. На них будет указано количество свободных парковочных мест и эскипасов. В самом поселке Красная Поляна инспекторы ДПС и ГАИ напоминают водителям о необходимости своевременно сменить летнюю резину на зимнюю и регулярно следить за техническим состоянием автомобиля. Не позволять лишнего просят и за праздничными столами. Водителям, находящимся в алкогольном и наркотическом опьянении, а также не соблюдающим правила, грозит не только лишение прав, но и штраф в размере 30 тысяч рублей. К слову, количество ДТП из-за погоды за последние двое суток увеличилось в несколько раз. Для всех это праздничные дни, не рабочие. Для нас это самое большое усиление. В эти праздничные дни полк будет поднят и будет работать в полном составе, в том числе и на выявление данной категории граждан с целью недопущения не только правонарушений в этой области, но и последствий, которые могут, как я уже поговорил, для общества нести большой урок. В свою очередь, инспекторы полка ДПС всегда готовы помочь водителям, попавшим в трудную ситуацию на дороге. Ведь пока в Сочи сохраняется высокая вероятность обильных осадков в виде снега с понижением температуры, в вечернее время ниже нулевых отметок. Ольга Десятого, Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Привести в порядок дворы и подготовить их к ночным заморозкам. Такое поручение сегодня дал Анатолий Пахомов на очередном планерном совещании. На расширенное совещание пригласили не только начальников городских управлений, но и общественников, членов местных ТОСов, а также управляющей компанией. Анатолий Пахомов отметил, город отлично справился с последствиями стихии. Улицы во всех районах курорта были оперативно приведены в порядок. Только упавших деревьев было распилено и вывезено более двухсот. Чего не скажешь о дворах многоэтажек. Ведь проведенный мониторинг санитарного состояния подъездов многоквартирных домов показал, что работать еще есть над чем. Эту работу должны активнее контролировать домкомы, члены местных ТОСов, а также управляющие компании. Одна из них, Багратион, уже лишена лицензии из-за большого количества жалоб. Анатолий Пахомов еще раз напомнил, нанимать и увольнять управляющие компании могут только сами жители. Администрация в эти вопросы вмешиваться не имеет права. Правила благоустройства закрепляют, что территории 10-метровые от красных линий объектов торговли, домов, вот есть у вас двор, а еще есть 10-метровка. То есть в аренду взяли двор, а есть еще 10 метров, которые вы обязаны убирать за той территорией, которую вы взяли в аренду. А у вас в вашей территории не убираются. За грязь во дворах, а значит и за несоблюдение правил благоустройства и санитарного состояния, отметил Анатолий Пахомов, будут начинать штрафовать. Еще один важный вопрос обещания – подготовка к заморозкам. Городские улицы и дороги сегодня целый день чистили от слякоти, чтобы ночью они не превратились в каток. То же самое управляющие компании должны сделать во дворах многоэтажек, чтобы не допустить травматизма на придомовых территориях в случае понижения температуры воздуха. Сегодня состоялась внеочередная сессия Городского собрания Сочи. Необходимо было в первом чтении принять бюджет города Сочи на 2017 и на последующие два года – 2018 и 2019. Бюджет города рассмотрен и принят на внеочередной сессии Городского собрания Сочи. Его отличие от 2016 года в том, что он утверждается с перспективой на три года до 2019. Из чего он складывается? Это порядка 10 миллиардов рублей в год. Собственные доходы – 6 миллиардов 400 миллионов рублей. Остальные средства – субсидии или субвенции из края. Проведены публичные слушания. Получено положительное заключение контрольной счетной палаты. Бюджет вызвал, надо сказать, что бюджет вызвал интерес у жителей нашего города. Мы получали и письменные запросы, и по электронной почте. И наши избиратели очень интересовались с бюджетом. Общественность бюджета. Бюджет, данный бюджет, был рассмотрен и на общественной палате города Сочи. Бюджет депутаты называют сбалансированным, бездефицитным и социально ориентированным. В новом году больше средств из городской казны пойдет на социальные и городские нужды. Это 60% всего бюджета. У нас увеличивается процент средств, которые направляются на социальные нужды, то есть на социализацию нашего бюджета. Если было в прошлом году у нас 57%, сейчас 60%. А если сказать о защищенных статьях, которые из бюджета финансируются, то их составляет где-то около 74%. Что такое защищенные статьи? Это вопрос выплаты заработной платы, это всевозможные коммунальные услуги всех наших муниципальных учреждений, это школьное питание, это участие наше. Обязательно сегодня рассматривался вопрос в государственных программах Краснодарского края и Российской Федерации, которые мы получаем на строительство детских садов, школ и других. То есть вот этот процент увеличивается у нас для того, чтобы вопросы, которые касаются жизни наших горожан, они решались и в плановом порядке, но более стабильно и устойчиво. Городской бюджет сформирован на основании прогноза социально-экономического развития города. Как раз сегодня народные избранники утвердили индикативный план социально-экономического развития. И также на ближайшие три года депутаты проголосовали еще за то, чтобы передать в краевую собственность систему видеокамер на трассах. Они были установлены в предолимпийский период, и тогда была одна система финансирования, теперь будет другая. Для их обслуживания создадут специальное госучреждение. В Новый год без долгов. Налоговая инспекция Сочи проведет общероссийский день приема. На курорте состоялось очередное координационное совещание, на котором подвели предварительные итоги финансового года и исполнение муниципального бюджета. Финансовый год в городе Сочи хоть и напряженный, но успешные все показатели бюджетных назначений будут выполнены как в части налоговых платежей, так и в части вненалоговых поступлений. Сейчас основная задача налоговиков, службы судебных приставов и администрации – успешно завершить сбор налогов. Особенно это касается транспортного налога, налогов на имущество и землю, которые напрямую идут в муниципальный бюджет. На сегодняшний день долг физлиц в Сочи составляет свыше 230 миллионов рублей. На исполнении службы судебных приставов находится 18 тысяч производств. Там, где сумма задолженности превышает 10 тысяч рублей, вынесены постановления об ограничениях. Например, этим гражданам запрещен выезд за границу до погашения всей суммы. Узнать, существует ли задолженность, возбуждено ли исполнительное производство. И оплатить налоги можно несколькими способами. Через личный кабинет сайта Федеральной налоговой службы, через банк данных исполнительных производств сайта Федеральной службы судебных приставов или мобильное приложение этой службы. Следует также обращаться в налоговую инспекцию по месту жительства. Кстати, 12 декабря во всех ее отделениях состоится общероссийский день приема. Операторы будут работать с 12 до 20 часов и отвечать на все вопросы налогоплательщиков. К другим новостям. Международный инвестиционный форум Сочи переименовали. Теперь экономический форум будет носить название «Российский инвестиционный форум». Соответствующее распоряжение премьер-министра опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Я напомню, что также Дмитрий Медведев стал инициатором переноса форума, который по традиции проходил в бархатный сезон, на февраль. Так, следующее состоится 27 и 28 февраля. Таким образом, теперь форум в Сочи будет открывать ежегодную серию российских экономических форумов, пишет РБК. Бизнес-инкубатор для модельеров может появиться в Краснодаре. Такую идею жительница краевой столицы сегодня озвучила губернатору во время приема граждан. Проект Вениамину Кондратьеву понравился. Правда, на встречах главы региона с людьми чаще всего звучат не предложения, а просьбы помочь в решении проблем. Все подробности у наших краснодарских коллег. В наследство цеха мне не достался. Папа богатого у меня не было, мужа тоже богатого не было. Все собрали по нитке, по иголке. Стежок за стежком. За 20 лет в швейном бизнесе Ольге Косец удалось создать собственную фабрику. Первые деньги стала зарабатывать на производстве мужских брюк и школьной формы. Когда-то на предприятии трудились 70 человек. Сейчас всего 15. Конечно, сказался кризис, но Ольга признается, в последнее время молодежь не хочет идти туда, где работают руками. Так появилась идея сделать легкую промышленность модной с помощью бизнес-инкубатора, где на реальном производстве можно не только учить, как правильно кроить или шить, а разрабатывать и поддерживать перспективные бизнес-проекты. Идеи предприниматель лично поделилась сегодня с губернатором. Есть, скажем так, желающие молодые модельеры, дизайнеры, конструкторы, которые хотели бы заниматься, но у них не хватает собственных средств для этого. Поэтому у меня возникла такая идея создать бизнес-инкубатор на базе моего предприятия, для того, чтобы привлечь широко тех людей, которые хотели бы заняться швейным производством. Все, кто сегодня пытается активно себя позиционировать, с точки зрения стремления заниматься бизнесом, мы поддерживаем всех. Средний и малый бизнес – это наша экономика, экономика нашего региона. Это, наверное, отчасти локомотив, потому что больше половины сегодня у нас бизнесменов – это представители среднего и малого бизнеса. Поэтому мы должны их поддерживать. И наша задача – сделать так, чтобы они на самом деле успешно работали, создать им условия для этой успешной, комфортной работы. Вениамин Кондратьев поручил руководителю Департамента инвестиций и развития малого бизнеса помочь в реализации идеи. Подобные встречи с людьми стали неотъемлемой частью работы губернатора. Поддержку главы региона сегодня получила и Мария Гордиенко из Крымска. Она попросила о ремонте уличной спортивной площадки в школе. Зданию полвека. Практически все это время площадка для физкультуры стоит без реконструкции. Директор уже много-много лет стоит у нас как бы во главе. Она, конечно, очень хорошо ведет нашу хозяйственную деятельность и учебный процесс. Но так получается, что, к сожалению, она не всесильна и не всегда может справиться со всеми проблемами. Мы, конечно, как родители, в свою очередь, пытаемся ей помочь. Всегда денег не хватало. Не только сегодня, всегда не хватало. Но всегда, даже в советское время, родители всегда активно принимали участие в жизни школы. Это всегда было. Поэтому сегодня, я считаю, это просто мы должны сохранить и продолжить. Вы правильно сказали, что директор не всесилен. Мы, родители, тоже помогаем, но не всесильны. Государство обязано подключаться и создавать условия. На самом деле, со спортзалами и особенно с площадками спортивными, которые на улице, конечно, проблема. Сколько в целом у вас по району школ с такими площадками? Я не минулась. К сожалению, много. К сожалению, много. Я думаю, что процентов 40. Давайте вот это все-таки просчитайте, Людмила Александровна. А вы просчитайте в целом по краю. Нам нужна программа, которая позволит сегодня восстановить все спортивные площадки в школах. Именно школьные, спортивные, уличные площадки. Это необходимость. У нас сегодня проблема, на самом деле, с наличием стадионов, больших спортивных комплексов. А это доступно. Вот мы можем копить бесконечно долго на большое, а потерять малое. О том, что потеряли жители улицы Южной в станице Гостогаевской, губернатору рассказал Сергей Чернов. Люди зимой оказались без газа. И самое грустное в ситуации то, что трубу к улице подвели, но до сих пор так и не подключили дома к голубому топливу. Времени слушать, как чиновники перекидывают между собой ответственность, сейчас уже не осталось. На недоработку глава региона указал всему министерству топливно-энергетического комплекса и ЖКХ. Тепло, в первую очередь, в зимний период должно в домах появиться. Он правильно говорит, уже снег на пороге, а мы сегодня полумерами какими-то отделываемся. Неужели человек должен достучаться до губернатора, чтобы сдвинули мы какой-то там вопрос, который должен решаться, коллеги, в рабочем порядке. От кого это зависит сегодня? Во-первых, все полностью, все подключили. От нас это зависит только от нас. Вы себя поставьте на их место, труба рядом, а подключиться не могут. Да, конечно, у них будет не то, что там недовольство, это мягко сказано. Трубу дотащили до их поселения, а разводку по конкретным потребителям, по жителям мы сделать не можем. Ну что это такое? Коллеги, это просто недоработка, в первую очередь, не муниципального образования, а конкретно вашего министерства. Вот это мое точное сегодня ощущение. И вы чуть-чуть или подкрутитесь, или я сам уже подключу. И это, заострил внимание губернатор, касается всех чиновников, кто не решает, а коллекционирует проблемы людей, которые должны решаться в рабочем порядке на местах. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Перец, Денис Маскаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Работники Краснодарского завода «Седин» получили долгожданную зарплату. По поручению губернатора Кубани, все обязательства перед сотрудниками предприятия полностью были погашены. Свои честно заработанные вернули 151 человеку. Общая сумма долга завода перед работниками была более 16 миллионов рублей. По мнению Вениамина Кондратьева, несмотря на сложную экономическую ситуацию, необходимо сохранить уникальное предприятие и обеспечить его сотрудникам стабильность. Мы просто не можем бросить на произвол предприятие с такой богатой историей и оставить рабочих один на один с проблемой задержки зарплаты. Это в первую очередь активная жизнь человека. Давайте это понимать. За каждым конкретным работником стоит его семья, планы на будущее. Мы и впредь намерены предпринимать все действия, чтобы сберечь интеллектуальную собственность завода и возродить отрасль станкостроения в крае. Напомню, что до 2014 года Седин был основным заводом по производству станкоинструментальной продукции. Последние два года из-за больших кредитов и финансовых проблем серийный выпуск изделий был приостановлен. Сегодня день покровительницы Краснодара, святой Екатерины. Этот праздник собрал в столице края священнослужителей со всех концов страны. В кафедральном соборе столицы Кубани, который носит имя великомученицы, прошла торжественная служба, которую провел митрополит Исидор. На литургии побывал и губернатор края Вениамин Кондратьев. Сегодня верующие возносят молитвы святой, которая жила в Римской империи во время язычников и не побоялась исповедовать Христа. Ей было всего лишь 18 лет, когда она образованная, богатого происхождения, она приняла христианство. И в открытую перед императором Максимином исповедовала веру во Христа. Естественно, это был большой резонанс для самого императора, что она посмела, простая девочка, перечить самому императору римскому. Естественно, ее прилюдно пытались переубедить. Святая Екатерина не отказалась от своей веры, хоть язычники и подослали к ней лучших философов того времени. Когда те поняли, что девушка непреклонна, ее подвергли мучениям, а затем казнили. Ученики казачьих школ должны быть примером для своих сверстников. Об этом сегодня сказал Вениамин Кондратьев. Глава региона во время рабочего объезда посетил одну из первых на Кубани казачьих школ в станице Натухаевская. Сегодня там обучается около 300 детей. Помимо общеобразовательных уроков в их расписании, основы православной культуры, история казачества, театральный кружок по возрождению традиций и даже мастерство владения шашкой. Губернатору ученики показали, какими навыками успели овладеть и поделились мыслями, каким должен быть настоящий кубанский казак. Честь и доброе имя для казака дороже жизни. Как ты это понимаешь? Я понимаю, это так, что ты можешь погибнуть, но имя для тебя останется. Вы изначально казачат. Вы казаки. Мы сегодня говорим о том, что казаки – это тот нравственно образующий стержень Кубани, который сегодня должен быть примером для всех жителей Кубани. И даже если вы маленькие по возрасту, вы есть образец настоящего патриота, настоящего жителя нашего края. Тех, кто любит свою землю, бережет и делает край еще более сильнее и более процветающим. Вот такими вы должны быть с самого раннего детства. Во время объезда Вениамин Кондратьев также посетил Новороссийскую птицефабрику и ряд социальных объектов, а после о перспективах развития муниципалитета пообщался с местными жителями. Преподаватель Сочинской школы Олимпийского резерва Ольга Авдеева завоевала серебряную медаль чемпионата мира под дзюдо. Соревнования среди ветеранов спорта проходили в американском городе Форт-Лодердейл, штат Флорида. Награду Ольга получила из рук кумира дзюдоистов, олимпийского чемпиона Ясухиро Ямасита. В этом году в чемпионате мира приняли участие команды 55 стран, а количество участников превысило 1000 человек. Так что войти даже в тройку сильнейших оказалось непросто. Сочинка Ольга Авдеева боролась с дзюдоистками из Великобритании и Франции. Лишь в финале она уступила победу спортсменке из Германии Норе Баур. Однако знатоки правил борьбы дзюдо, просматривая финальную схватку, отмечают, что Ольгу просто засудили. Не люблю я, конечно, так говорить, но судьи были на стороне немки, поэтому предпочтение ей отдали в качестве борьбы. Очень интересно, борьба, конечно, нелегкая получается, потому что там женщины также выступают, мастера международного класса. У них уровень намного где-то местами выше нашего, так как у них и Европа берем, очень-очень много соревнований проходит. Напомню, в июле Ольга Авдеева стала победителем чемпионата Европы по дзюдо, который проходил в Хорватии. Ранее сочинской спортсменке удавалось завоевывать награды только российских турниров. Сейчас Ольга преподает в спортивной школе, воспитывает юное поколение дзюдоистов. Среди них, кстати, двое ее дочерей. Декабрь. Время заняться собой, пройти обследование, проконсультироваться с врачом. Все это можно сделать быстро и недорого в медицинском центре санатория. Знание, которое находится в районе Адлерского курортного городка. До санатория удобно добраться не только из Адлера или Хосты, но и из центра Сочи. Всего 12-15 минут на машине, и вы уже в знании. Можно сдать общий анализ крови, биохимический анализ, провести гормональные исследования и анализы по онкомаркерам. На все виды диагностики, а также на обследование УЗИ действует специальная скидка – 20%. Не откладывайте заботу о себе в долгий ящик – звоните сейчас по телефону 269-40-05. На сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Партнер выпуска новостей – бизнес-центр «Гранд». В «Гранде» большой ассортимент товаров для дома и ремонта, а также много мягкой и корпусной мебели для интерьеров разных стилей и направлений. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Кабейша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.